Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня о том, почему мы несчастны. Дело в том, что у каждого из нас, когда мы смотрим в наше будущее, есть свои ожидания относительно этого будущего. И вступая в партнерские отношения, или приходя на новую работу, или приезжая в отель для отдыха, у нас есть какие-то ожидания относительно того, как там будет. Конечно же, мир совсем другой, и он никогда не может соответствовать вашим ожиданиям. И что происходит? Мы разочаровываемся. Большая часть моих клиентов говорит, что это совсем не то, как я ожидала. Он не такой, как я о нем думала. Это не то, чего я ждала. Приезжая в какой-то отель и находя его не таким, как видели на картинках, многие могут себе испортить весь отпуск и ходить разочарованными, злыми, потому что это не соответствует той картинке, которая была у них внутри. И вот так очень часто проходит целая жизнь. И люди обозляются, люди расстраиваются, потому что эта задача не будет никогда выполнимой. Мир никогда не будет таким, как вы его ждете. Человеческие взаимоотношения никогда не будут такими, как вы себе их нарисовали. Вы можете сейчас сказать, что что же тогда делать? Неужели не нужно ничего хотеть? Неужели не нужно планировать и представлять себе каких-то хороших картинок? Совершенно верно. У нас с вами есть два пути. Мы или ожидаем там какой-то радости и рисуем там иллюзорную картинку идеальную, или мы боимся. Почему? Потому что ум боится неопределенности. Жизнь устроена так, что мы можем увидеть только ту часть пути, которую мы прошли. Но что нас ожидает впереди, мы не знаем. Ум не может выдерживать неопределенности и поэтому боится. Если мы боимся, если мы подозреваем, если мы ожидаем этого, вероятнее всего мы это и получим. Даже если это лежит на уровне наших бессознательных программ, с которыми мы с вами живем. Даже если вы на сознательном уровне хотите чего-то хорошего, на бессознательном заложено вот это, то очень часто, когда все заканчивается, человек говорит, я так и знал, как всегда у меня вот всегда так бывает. Поэтому есть небольшая такая для вас новая техника, которую если вы отработаете, то возможно ваши разочарования останутся в далеком прошлом. Перед тем, как вы будете сталкиваться перед вашим будущим, перед вашими новыми отношениями, перед вашей поездкой, перед чем-то, куда вы собираетесь вступить, сядьте и войдите в состояние любознательности, любопытства и интереса. Представьте, попробуйте сгенерировать в себе состояние, когда вам очень-очень интересно, что же там будет. Мы в полном смысле слова декодируем нашу реальность. Мы ее воссоздаем нашими мыслями и нашими чувствами. И если вы будете смотреть свое будущее с любопытством, то за этим обязательно придет состояние расширения, большее будет количество энергии, когда вы соприкоснетесь с тем будущим. Потому что интерес – это качество ребенка и это качество Бога. Любознательность, любопытство – это качество живых, качество познающей нашей природы. И после этого обязательно она будет впечатлена состоянием «вау, вот это да!». И даже если вы приезжаете или приходите куда-то, и там не так, как вы ожидали, и вот этого вот состояния и повода для расширения нет, потерпите, подождите, оставайтесь в состоянии любопытства, оставайтесь в состоянии вот этого интереса. И непременно спустя какое-то время это получится, и вы испытаете это состояние, потому что так устроен мир. Если же мы приехали, разочаровались, ушли в негатив, то вероятнее всего шаг номер два, шаг номер три обязательно будет такой же. Потому что когда мы находимся в состоянии ожидания плохого, когда мы находимся в состоянии уныния, когда мы сердимся, когда мы злимся, то вероятнее всего реальность будет сейчас соответствовать нашему внутреннему состоянию. Это очень интересная и важная техника, которая может вам помочь абсолютно во всех ваших мероприятиях. Вступаете ли вы в новые отношения, партнерские, знакомитесь ли с новой подругой, идете ли на новую работу, открываете ли для себя что-то новое, оставайтесь в состоянии интереса, любопытства и любознательности. И вы увидите, что жизнь, которая очень любит игру и поле, которое все время играет само с собой, будет приглашать вас в эту игру. И она будет вас приглашать. Оно и так с нами играет, но оно играет по тем правилам, которые мы задаем. Мы являемся творцами той реальности, которую мы с вами воспроизводим на нашем полотне жизни. Поэтому будьте ребенком, будьте чисты, будьте открыты, открывайтесь, и вы увидите, что эта жизнь может вам преподнести очень много чего интересного. Спасибо за ваше внимание, следите за нашими новыми видео. Так.